ДИСНЕЙЛЕНД По неизменному закону природы, вам поступает вопрос, мы уже приехали? Ответив на этот вопрос еще как минимум 100 раз, и все отрицательно, вы наконец на месте. Вы чудесно, просто великолепно проводите время. Вы проводите 19 долгих часов за рулем назад домой. А когда вы приезжаете, вас ждет полиция. Они обвиняют вас в преступлении, которое было совершено, пока вы были во Флориде. Вы говорите всем и каждому, кто готов слушать, я не делал этого, я не мог этого сделать. Я тусовался с Микки и Минни и моими детьми. Но никто вам не верит. В конце концов, вас арестовывают, проводят расследование, вас признают виновным и выносят приговор. И вы проводите в тюрьме 25 лет, пока не появляется кто-то, кто доказывает. Предъявляет доказательства того, что вы и правда были во Флориде в момент совершения преступления. Итак, я профессор права в Гарварде. И последние несколько лет я работаю над тем, что добиваюсь освобождения невиновных людей, которых ошибочно осудили. Таких людей, как Джонатан Флеминг, который провел 24 года и 8 месяцев в тюрьме за убийство, совершенное в Бруклине, Нью-Йорк, пока он был в Диснейленде со своими детьми. Откуда нам это известно? Когда его арестовали, среди вещей в его заднем кармане был чек. Чек с отметкой времени, который указывал на то, что он был в Диснейленде. Этот чек поместили в полицейскую папку. Копию этого чека положили в папку прокурора, но этот чек никто не дал его государственному защитнику. Фактически, никто и не знал о его наличии. Он просто пролежал там 20 с лишним лет. Моя команда просмотрела папку, и мы нашли его. Провели расследование до конца. И обнаружили, что кто-то другой совершил преступление. Мистер Флеминг был в Диснейленде. И сейчас он на свободе. Позвольте мне рассказать небольшую предысторию. Около трех лет назад мне позвонил адвокат Бруклинского округа. Он спросил, не будет ли мне интересно разработать программу с названием «Бюро по пересмотру обвинительных приговоров». Я ответил, да, это бюро по сути является отделом в прокуратуре, где прокуроры пересматривают свои завершенные дела и определяют, допустили ли они ошибку или нет. В течение первого года мы обнаружили 13 случаев неправомерного осуждения. Люди провели десятки лет в тюрьме, и мы освободили их всех. Это было самое большое количество в истории Нью-Йорка. Программа по-прежнему действует, и сейчас число освобожденных достигло 21. 21 человек, который провел значительное количество времени за решеткой. Позвольте мне рассказать еще о нескольких мужчинах и женщинах, с которыми я взаимодействовал в рамках этой программы. Одно из имен Роджер Логан. Мистер Логан провел в тюрьме 17 лет и написал мне письмо. Это было простое письмо, в котором говорилось, «Профессор Салливан, я не виновен, меня ложно обвинили, не могли бы вы заняться моим делом?» На первый взгляд казалось, что дело открыли и закрыли, но мое исследование ранее показало, что дела, по которым проходит лишь один свидетель, склонны содержать ошибку. Это не означает, что он был невиновен, это лишь означает, что нам необходимо более детально изучать подобные дела, и мы это сделали, и факты оказались очень простыми. Свидетель сказала, что она услышала выстрел, и побежала к соседнему зданию, повернулась, посмотрела, и увидела мистера Логана. Было проведено расследование, и его приговорили к 17 с лишним годам тюрьмы, но это было дело с одним свидетелем, поэтому мы решили его пересмотреть. Я отправил людей на место преступления, и мы обнаружили противоречие. Как бы это вежливо выразиться? Усейн Болт не смог бы так быстро добежать оттуда, где она, по ее словам, была, до того другого места, понимаете? Итак, мы знали, что это неправда. Это по-прежнему не означало, что он не совершал этого, но мы знали, что что-то не так с этим свидетелем. Мы просмотрели папку с делом. На одном из листков бумаги в папке был номер. Этот номер указывал на то, что у свидетеля была судимость. Мы изучили неоцифрованные документы за 20-летний период, чтобы узнать, что это была за судимость. И оказалось, оказалось, что свидетель была в тюрьме в тот момент, когда она якобы видела то, о чем рассказывала. Человек провел 17 лет за решеткой. Последняя история о двух парнях. Вилли Стаке, Дэвид МакКолум. Они были арестованы в 15 лет, и их судимость была аннулирована 29 лет спустя. В этот раз все было схоже. На первый взгляд казалось, что дело было открыто и закрыто. Они признали вину. Но мое исследование показало, что признание подростков в отсутствии родителей обычно ошибочны. ДНК-тесты доказывали это несколько раз. Мы решили разобраться. Мы обратили внимание на признание, и выяснилось, что в признании было кое-что, что эти парни не могли знать. Люди, которые знали это, были полицейскими и прокурорами. Мы знали, что произошло на самом деле. Кто-то убедил их сказать это. Мы не знаем точно, кто именно, кто это сделал. Но во всяком случае, признание было вынужденным. Мы это установили. Мы вернулись и провели экспертизы и тщательное расследование. И нашли двух других, намного старше, другого роста, с другими прическами, двух других людей, совершивших преступление, а не тех двух парней. Я пошел в суд в тот день. На то, что зовется слушанием об аннулировании обвинения. Где снимается обвинение. Я пошел в суд. Я хотел увидеть мистера МакКолума, выходящего наружу. Я отправился в суд. И судья сказал то, что судьи говорят постоянно. Но в этот раз в этом было особое значение. Выслушав, он поднял глаза и сказал, мистер МакКолум, он сказал пять прекрасных слов. Вы свободны и можете идти. Вы можете себе это представить? После почти 30 лет вы свободны и можете идти. Он вышел из зала суда. К сожалению, его подельнику, мистеру Стаке, это не сильно помогло. Видите ли, мистер Стаке умер в тюрьме в возрасте 34 лет. И на скамье подсудимых вместо него сидела его мать. Я не забуду это до конца своих дней. Она раскачивалась на месте, приговаривая. Я знала, что мой мальчик этого не делал. Я знала, что мой мальчик этого не делал. И ее мальчик не делал этого. Два других парня сделали. Если есть что-то, что мы поняли, что-то, что я понял, работая над правомерностью обвинений, это то, что справедливость не торжествует сама по себе. Люди заставляют справедливость восторжествовать. Справедливость это не что-то, дарованное нам с небес и делающее все правильным. Если бы так и было, то мистер Стаке не умер бы в тюрьме. Справедливость это то, что люди доброй воли заставляют восторжествовать. Справедливость это решение. Справедливость это решение. мы заставляем ее торжествовать. Знаете, страшно то, что в каждом из этих трех дел требовалась лишь одна лишняя минута. Одна минута, чтобы кто-то просмотрел бумаги и нашел чек. Лишь одна, чтобы просмотреть бумаги, найти чек, отдать его государственному защитнику. кто-то бы потратил всего минуту, чтобы взглянуть на запись признания и сказать, этого не может быть. Лишь минуту. Возможно, мистер Стаке был бы сейчас жив. Это напоминает мне одно из моих любимых стихотворений. Это стихотворение, которое всегда читал Бенджамин Элайя Мэйс. Он назвал его «Божья минута». Оно начинается примерно так. «У меня есть лишь минута, 60 секунд, и все тут. Как подарок мне досталось, просто рядом оказалось. Лишь использовать осталось. За потерю, наказание упущу не от оправдания. Пусть минута скоротечна, но в ней предоилась вечность». Если бы я мог донести свою мысль каждому из нас, то я бы хотел сказать что-то вроде «Каждый день, каждый день посвятите всего минуту торжеству справедливости». Вам не нужно, как это делают некоторые, посвящать жизнь и карьеру профессии адвоката ради справедливости. На своей обычной работе, чем бы вы ни занимались, выделите время, чтобы установить справедливость. Сделайте коллег счастливее. Если вы слышите что-то сексистское, не смейтесь, выскажитесь. Если кто-то расстроен, подбодрите его одна минута в день, и ваша работа будет прекрасным местом. Я хочу показать вам кое-что. Сейчас надо мной изображение Дэвида МакКолума. Это был день, когда его освободили из тюрьмы. Спустя 30 лет он обнял племянницу, которой не имел возможности прикоснуться ранее. Позже я спросил его, «Что вы хотите сделать в первую очередь?» Он ответил, «Я просто хочу прогуляться по тротуару, без того, чтобы мне говорили, куда идти». Он не озлобился, а просто хотел пройтись по тротуару. Я разговаривал с мистером МакКолумом около двух недель назад. Я отправился в Нью-Йорк, это была двухлетняя годовщина его освобождения. И мы разговаривали. Мы смеялись, мы обнимались, мы рыдали. Дела у него идут весьма хорошо. Одно из вещей, которые он сказал, когда мы с ним встретились, было то, что теперь он посвятит жизнь и карьеру наблюдению за тем, чтобы больше никого несправедливо не посадили в тюрьму. Справедливость, мои друзья, это решение. Спасибо большое. Озвучил Глеб Трейс. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. А если не хотите пропустить новые, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик.